В июле 2019 года в Румынии разразился невиданный скандал, продемонстрировавший, как полиция реагирует на звонки в службу спасения. Звонок на номер 112 поступил 25 июля в 1105. Позвонившая 15-летняя школьница Александра Мачишану, задыхаясь и запинаясь, сказала оператору, что ее похитили, избили, надругались и удерживают против ее воли в каком-то доме. Она не знает, где она находится, знает только, что она в городе Каракал. Прежде чем звонок прервался, оператор иронично поинтересовалась, как они найдут девушку, если она не скажет, где она. К счастью, Александра перезвонила в 1106 и снова оператор попыталась выяснить ее местоположение. Девушка смогла перечислить важные детали. Например, она видела дамбу перед тем, как похититель завязал ей глаза. У него серая машина и ее держат в очень старом ветхом доме возле заправочной станции. Во дворе много травы и кустов, а также две собаки. Она даже назвала имя и адрес, которое прочитала на найденной ею визитке и объяснила, что звонит с телефона похитителя. Оператор пересказала ситуацию полицейскому, который продолжил общаться с девушкой. Он сказал ей оставаться на месте, они уже высылают команду. Александра попыталась дать еще какое-то описание машины во дворе дома похитителя, но полицейский ее уже не слушал. Школьница позвонила еще раз в 11.12 и спросила, выслали ли уже кого-то ей на помощь. Другой полицейский раздраженно ответил, что команда уже выехала, но офицеры не могут прилететь к ней за две минуты. Александра умоляла его оставаться с ней на линии, потому что ей безумно страшно. Но тот ответил, что у них есть и другие звонки. Команда приедет через 2-3 минуты, какого черта, добавил он. Девушка покорно согласилась ждать. После этого офицер прервал звонок. Хотя сотрудники службы спасения знали, что похититель должен был вернуться с минуты на минуту, они зачем-то перезванивали Александре еще 9 раз, но никто не ответил. Что и неудивительно. Даже если до этого девушка рассчитывала незаметно положить телефон на место, теперь похититель точно знал, что она звонила в полицию. Прошло 12 часов после звонка Александры, прежде чем полицейские вызвали в участок ее отца, дали послушать звонок службу спасения и поинтересовались у него действительно ли это голос его дочери. Когда мужчина подтвердил, что это ее голос, они поверили, что это не розыгрыш и только тогда начали расследование. К сожалению, именно визитке, которую нашла Александра, принадлежало мужчине, не имеющему отношения к делу. А сотрудники специальной телекоммуникационной службы не смогли запеленговать место, откуда поступил звонок. Техники смогли предоставить офицерам только очень широкий радиус поисков и три возможных местоположения девушки. Но ни одно из указанных мест не было правильным. Тогда полиция воспользовалась записями камер наблюдения, чтобы идентифицировать автомобиль, участвовавший в аналогичном деле. Установив личность водителя, они окружили его дом. Несмотря на то, что по закону в этом не было необходимости, полиция подала запрос на выдачу ордера и просто принялась ждать. Они получили ордер в 6 утра 26 июля, через 19 часов после звонка Александры, и только тогда постучали ворота дома подозреваемого. Конечно же, они опоздали. В доме они нашли одежду и украшения Александры, в машине серьгу девушки, а во дворе металлическую бочку с пеплом и человеческими останками в ней. Хозяин дома заявил, что не знает никакую Александру Мачешана, а пепел в бочке остался после огня, который он развел, чтобы защититься от назойливых комаров. Но после тщательного изучения содержимого бочки, криминалисты смогли найти 6 зубов. Результаты лабораторного анализа не оставили места сомнениям. Зубы принадлежали Александре. Полиция арестовала владельца дома 66-летнего Георга Динке, механика на пенсии. Соседи знали Георга как агрессивного нелюдимого человека, настолько нелюдимого, что для его редких посетителей существовал специальный код – три стука в дверь. Мужчина страдал от антисоциального расстройства личности, пять раз попадал в лечебницу для душевнобольных, и возможной причиной тому могло быть его непростое детство. Отец Георгия работал мясником, незаконно торговавшим мясом. Он убивал и разделывал животных на глазах сына, зачастую заставляя мальчика помогать. Скоро это стало привычной рутиной, и Георгий уже сам убивал уличных животных для своего извращенного удовольствия. Отец много выпивал и избивал мальчика несколько раз на дню ремнем, метлой и даже шлангом стиральной машины, а еще связывал сына проводом, чтобы тот не мог пойти на улицу играть с другими детьми. Интересно, что позже Георгий стал поступать также со своими жертвами. Неудивительно, что мальчик плохо учился, но когда пошел в армию, казалось, жизнь наладилась и он нашел свое предназначение, пока не избил другого солдата, оказавшегося сыном чиновника Министерства обороны. Изгнанный из армии, Георгий вернулся домой и устроился в больницу разнорабочим. Он работал там 8 лет, а затем решил попытать удачу на стройке в Италии. Опять же не срослось, его уволили после того, как он жестоко избил другого рабочего. По возвращению в Румынию он работал механиком, подрабатывал таксистом, а еще собирал и продавал металлический скраб. Несмотря на нелюдимость и замкнутость, мужчина успел завести семью и стать отцом четверых детей. Его жена, уставшая от постоянных избиений мужа, жила и работала в Италии. Четверо детей также покинули отчий дом. Трое сыновей предпочли жить с матерью, а дочь поселилась в другом городе Румынии. После ареста мужчины она заверяла, что не общается с отцом, которого считают психически нездоровым. Через три дня после ареста еще одна новость шокировала общественность. Георгий признался в убийстве второй девушки, которую он похитил в апреле, то есть за три месяца до похищения Александры. Первой жертвой мужчины стала 18-летняя Луиза Миленко. До 12 лет Луиза жила с матерью Моникой Миленко в Италии, где женщина работала, занимаясь высадкой овощей. Но затем в поисках лучшей жизни и заработка Моника переехала в Великобританию. А Луиза предпочла окончить школу на родине, поселившись с бабушкой и дедушкой. Она много времени уделяла учебе и была твердо намерена получить прекрасное образование, чтобы найти работу с достойной зарплатой и помогать своей семье. Но пока сама полагалась на помощь матери. И вот 14 апреля мама прислала Луизе деньги на спортивную обувь. Девушка поехала в Каракал к банкомату. По какой-то причине ей не удалось снять деньги, она позвонила дедушке предупредить, что возвращается домой и пошла на остановку ждать маршрутку. Однако, так как было воскресенье и общественный транспорт, которому у местных жителей в будние дни было много претензий, вообще не ходил, Луиза решила ловить попутную машину. К сожалению, мимо ехал Георгий Динке. Он согласился подвезти девушку. Луиза разговорилась и рассказала мужчине, что не смогла снять деньги. Услышав это, Георгий предложил ей 30 румынских лей за интимные услуги. Это примерно 7 долларов. Луиза отказала, после чего Георгий решил взять желаемое силой. В то же время дедушка, знавший, что внучка должна была давно появиться дома, начал волноваться. Он позвонил ей на мобильный телефон, но она не ответила. Зная, что такое поведение совершенно не свойственно его внучке, мужчина поспешил обратиться в полицию. Но офицеры не приняли заявление, потому что было воскресенье и они прямо сказали, что 18-летняя девушка могла уехать куда-то с любовником. Родным Луизы не оставалось ничего другого, кроме как искать ее самим. Ее друзья распространили информацию о ее исчезновении в социальных сетях. На следующий день дедушке Луизы позвонил какой-то мужчина, заверивший, что с Луизой все в порядке, но она не хочет с ним разговаривать. Он добавил, что они вместе планируют уехать в Швейцарию. Дедушка не поверил ни единому слову незнакомца и еще несколько раз обращался в полицейский участок, но ни разу ему не оказали помощь. Из Британии прилетела мать Луизы Моника, которой повезло с офицерами не намного больше. Только на четвертый день полицейские приступили к расследованию, которое скорее можно было назвать издевательством над родственниками. Дедушку Луизы подвергли проверки на полиграфе, потому что сочли подозреваемым в сокрытии информации. Наконец, 30 мая дело передали в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Дикот, которая 6 июня объявила об открытии уголовного дела. Они решили расследовать исчезновение девушки как дело о торговле людьми, потому что видели признаки того, что Луизу могли под принуждением завербовать с целью интимной эксплуатации. Сотрудники Дикот продолжали заниматься этим расследованием, когда стало известно об исчезновении еще одной девушки – Александры Мачешану. Александра Мачешану, 15-летняя девушка-подросток из села Доброславень, училась в 10-м классе одной из лучших школ Каракала. 24 июля Александра вышла из дома в 10 часов утра, чтобы встретиться с подругой из Каракала. Больше ее никто не видел, родители-школьницы поспешили обратиться в полицию, но офицеры не отнеслись к их беспокойству серьезно, заявив, что она достаточно взрослая, чтобы пойти гулять с друзьями и забыть о времени. Когда вскрылась правда о двух убийствах, преступное бездействие и пренебрежение своими обязанностями со стороны чиновников и силовиков вызвало в стране грандиозный скандал. Многие органы власти развили бурную деятельность, стараясь показать, что делают свою работу, но им это не помогло. В отставку отправили министра внутренних дел директора службы спасения, руководства полиции и прокуратуры из Каракала. Премьер-министр уволил министра образования, посмевшую цинично заявить, что юные девушки должны думать головой, прежде чем садиться в машины незнакомцев, как будто она не знает о проблемах с общественным транспортом в стране и о том, что попутки – это подчас единственный способ передвижения в небольших населенных пунктах. В полиции утверждали, что сотрудники специальные телекоммуникационные службы не смогли предоставить более точную информацию о том, откуда поступали звонки в службу спасения, и поэтому все свелось к тому, что они искали в других местах. Однако полицейских также обвинили в том, что они действовали слишком медленно и хаотично. Разгневанный дедушка Луизы назвал их преступниками, которым правительство платит за то, чтобы они не выполняли свою работу. В то же время встал вопрос об останках убитых девушек. Вот тут-то начинается самая главная загадка этой истории. Георгий заявил, что сжег тела. Он разбросал фрагменты костей Луизы в лесу и избавился от ее одежды, но у него не было времени сделать то же самое с одеждой и телом Александры. Следователи организовали реконструкцию места преступления. Георгий попросили шаг за шагом провести следователей по всем местам, где он побывал в дни гибели Луизы и Александры. И тут он начал путаться в показаниях, якобы селясь вспомнить, что делал тогда. По мнению следователей, Георгий намеренно отправил их гоняться за призраками. Хотя он признался в двух убийствах, когда мужчину попросили повторить свои действия во время преступлений и показать, где он оставил то, что осталось от тел, он запаниковал. Потому что, вероятно, у него было тайное место, где он прятал всех своих жертв. И так как там, скорее всего, находится больше двух тел, он начал водить следователей за нос, показывать разные места, притворяясь смущенным, ничего не понимающим и не помнящим. Хотя в лесу нашли несколько фрагментов костей, эксперты полагали, что все тела на самом деле или в Дуная, или реке Олд. В ноябре 2019 года, сидя в тюрьме, Георгий начал писать признания, в деталях описывая, что он сделал с Луизой и Александрой. Мужчина начал свой рассказ с того, что 14 апреля остановил машину, когда Луиза голосовала на дороге. Он согласился ее подвезти и, немного поговорив с ней во время поездки, понял, что возбудился. Он ни о чем другом не мог думать, кроме удовлетворения своих потребностей. Мужчина предложил девушке 30 румынских лей за интимные услуги и, когда она отказалась, ударил по лицу и связал ремнем. Интересно, что Георгий также завязал ей глаза, чтобы жертва не знала путь к его дому. Не значит ли это, что он собирался отпустить ее живой? Припарковав машину в своем доме, мужчина заметил во дворе соседа, 36-летнего любителя выпить, Штефана Ресипеттиана. Штефан периодически помогал Георге прибираться во дворе. Увидев красивую молодую девушку в машине, Штефан спросил, кто она. Не имея выбора, Георгий признался, что привез ее для интимных услуг, и сосед попросил присоединиться к нему. Георгий согласился. Мужчины надругались над Луизой и продолжали издеваться над ней в течение четырех дней. Утром четвертого дня Георгий вышел из себя, когда девушка в последний раз попыталась дать ему отпор. Он сильно избил ее и оставил всю в крови на кровати, выйдя ненадолго, чтобы покормить выдр. Когда он вернулся, девушке уже нельзя было помочь. Мужчина не паниковал. Он уложил ее в железную бочку и поджег, набросав сверху пластик и картон. Затем пошел спать. Когда он проснулся, собрал пепел и фрагменты костей и разбросал их по границе расположенного рядом леса. Рассказ мужчины о произошедшем с Александрой еще более зловещий. 24 июля, через три месяца после убийства Луизы, он снова заметил девушку, голосовавшую на дороге. И хотя ехал в другую сторону, развернул машину и предложил подбросить ее. История повторилась. Он предложил Александре 50 румынских лей за интимные услуги и, услышав отказ, похитил ее. Он привез связанную девушку к себе домой, сразу привязал к кровати и надругался над ней. На следующий день в 6 утра Георгий пил кофе, пока его жертва лежала привязанная к кровати. Девушка пожаловалась, что у нее жутко болит голова и ей нужна обезболивающая. Георгий предложил сходить купить лекарства. Прежде чем уйти, он дополнительно связал ее веревками, проводом и цепью. Кроме лекарств, он купил предоплаченную карту, чтобы позвонить матери Александры. Вставил ее в мобильный телефон девушке, он позвонил ее матери и заявил, что он бойфренд Александры и с ней все в порядке. Затем выбросил телефон. Его, кстати, позже нашли, с ним играли какие-то дети. Мужчина вернулся домой около полудня. Он увидел, что Александра освободилась и бродит по дому с его мобильным. Он несколько раз ударил ее, она упала, ударилась головой о цементный пол и скончалась. Мужчина завернул тело в постельное белье, положил немного деревянных досок и щепок и двухлитровую бутылку вазелина в бочку и поджег ее. Сверху он бросил толстый битумный картон. Туда же швырнул свой мобильный телефон. Затем пошел спать. Рано утром его разбудил лай собак, когда полицейские барабанили в его двери. Несмотря на признание мужчины и результаты ДНК-анализа, семьи Александра и Луизы отказываются поверить в то, что Георга убил девушек. И дело не только в нежелании родных поверить в то, что их больше нет в живых. На самом деле имелся повод подозревать Георге в торговле людьми и том, что девушки не были убиты, а проданы с целью эксплуатации. Прежде всего, в пользу этой версии говорит то, что торговля людьми – это весьма распространенный феномен в Румынии. Кроме того, в 2022 году Георге отказался от своего признания. Он подтвердил, что похитил и надругался над Александрой и Луизой, но потом передал их местному криминальному боссу, который отправил девушек в бордель в Турции. Полицейские якобы прикрывают этого босса, поэтому пытали Георге и заставили взять на себя вину в убийстве, а зубы Александры подбросили сами. История мужчины кажется притянутой за уши, если бы не некоторые факты. Во-первых, непонятно, почему Георгий не попытался немедленно избавиться от тела Александры, зная, что девушка позвонила в полицию, а вместо этого медленно кремировал ее тело долгих 8 часов. Также сожжение всего тела человека должно произвести очень неприятный запах и дым, но соседи мужчины не заметили никакого дыма, запаха или чего-то необычного. Во-вторых, то, как Георгий вел себя во время похищения и показывает, что он знал шаг за шагом, как действовать. Он знал, как выбрать жертв определенной внешности, да и сами похищения очень похожи друг на друга. И череда вероятных преступлений была прервана только благодаря тому, что Александра выдернула его из этой привычной рутины действий, позвонив в полицию. Далее следователи предполагали, что у Георгия могли быть сообщники. Дело в том, что семьям жертв сразу после исчезновения несколько раз звонили неизвестные, заверявшие их, что с девушками все в порядке. Как минимум два звонка сделал Георгия, но мать Александры и дедушка Луизы уверены, что им звонили два человека. Тот аргумент, что у Георгия могли быть сообщники, побудил привлечь к расследованию не только полицейских Румынии, но и ФБР, Евроюст и главное управление Италии по борьбе с мафией. Также родным казалось, что прокуратура намеренно затягивала дело. В частности, прокурор получил видеоматериал, содержание которого давало понять, что автомобиль Георге связан с похищением Луизы. Однако прокурор ни разу не вызвал его на допрос и не распорядился обыскать машину или дом подозреваемого. После исчезновения Александры вплоть до 27 июля прокурор не делился с другими обвинителями видеокамеры наблюдения, на которую попала машина Георге. Но даже тогда он всего лишь показал им не видео, а один кадр из видео, где регистрационный номер автомобиля не видно. Также 27 июля после обыска в доме мужчины другой обвинитель не только заявил, что Александра была убита в 2 часа ночи того дня, но и то, что причиной ее гибели стало удушение. Однако как он мог это знать без тела жертвы? Ведь Георгий еще не успел сделать признание. И наконец, самый любопытный довод в пользу того, что мужчина мог быть причастен к торговле людьми. Его дочь Даниэла Динке заверяла следователей и СМИ, что не хотела иметь ничего общего с отцом и не общалась с ним. Но оказалось, это была ложь. Она общалась с отцом, а у самой девушки есть судимость. Несколько лет назад ее обвиняли в связях с сетями по торговле людьми. За этим в истории последовало еще одно разоблачение. Сын Георга Динке, Дэн, якобы когда-то участвовал в групповом насилии и не понес наказание только благодаря вмешательству отца. Опять же, якобы у Георга были связи в полиции и прокуратуре. Жертву уговорили отозвать заявление, а дело засекретили. Не менее важным вопросом в этом деле стало и то, не может ли список жертв Георга быть длиннее. Две девушки были похищены при аналогичных обстоятельствах, когда хотели остановить попутную машину и были похожи внешне. Это указывает на характерный почерк преступника, его привычку полагаться на волю случая и интерес к определенному типу внешности. Тяга мужчины к совершению преступлений может отчасти быть объяснена тем, что он страдает от асоциального расстройства личности. Это состояние характеризуется постоянной тягой к поиску удовольствия и удовлетворения, а также отсутствием способности сопереживать, уважать чувства потребностей или страдания других и отсутствием раскаяния после оскорбления или нанесения травмы другому человеку. Корни этого состояния очень часто уходят в детство человека. В этом плане все элементы мозаики складываются в общую картину, но что удивляет, так это возраст Георгия – 66 лет. Преступники с подобным диагнозом, как правило, эволюционируют в жестоких убийц еще в юности. Это расстройство, которое остается с человеком всю жизнь и не появляется, а потом затухает, как другие психические расстройства. Другими словами, это редкость при таких вводных данных для мужчины вдруг убить двух девушек с перерывом в три месяца в возрасте 66 лет. И Георгий, скорее всего, совершал другие ужасные преступления в прошлом. Маловероятно, что Александра и Луиза были его единственными жертвами. Очень маловероятно. Георгия обвинили в торговле людьми, торговле несовершеннолетними, двух случаях насилия, двух убийствах и двух случаях осквернения тел. Но он не собирался так просто сдаваться. Монстр Каракала, как его прозвали, намеревался судиться с Румынией в международном суде, указывая на недостаток улик и считая, что во время задержания с ним обошлись несправедливо. Он долго боролся, но все же проиграл. 69-летний Георгий был приговорен к максимально возможному наказанию – 30 годам тюремного заключения. Дело в том, что за все предъявленные ему обвинения ему должны были дать 108 лет заключения. Но для лиц старше 65 лет максимальным считается наказание в 30 лет. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию родственникам в размере 700 тысяч евро. Соседа мужчины Штефана приговорили к 7 годам тюрьмы из-за насилия. В марте 2023 года Георгий снова привлек себе внимание общественности, объявив, что раскаялся и обрел веру. Он заявил, что смог позабыть и оставить всю эту историю позади. Но в отличие от него, родственники жертв никогда не смогут забыть о произошедшем.